И снова здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! Все вы прекрасно помните, что недавно, а если бы точнее вчера, на моем канале появилось новое видео под названием «Новый странный план Запада. Большой Азербайджан». В данном видео обсуждалась статья, которая вышла на проармянском информационном портале regnum.ru. Автором статьи является небезызвестный проармянский лоббист. Правда, в последнее время эта личность стала немножко, скажем так, отходить от своих проармянских идей Станислав Тарасов. Говоря в одном из предыдущих своих видео данной статье, я не осветил некоторые моменты. Но не осветил по одной простой причине. Я не хотел превращать данное видео в бесконечное. Одна из основополагающих тем данного видео является не только большой Азербайджан, точнее сказать, проект большой Азербайджан, но также правительство в изгнании западного Азербайджана, Еревана. Идея создания данного правительства заключается в некогда существовавшей Аракской республике. Вбив в любой поисковик Аракскую республику, перед вашими глазами откроются многочисленные сайты со статьями, посвященными именно Аракской республике. Все крайне интересно и запутано в отношении истории, короткой вроде бы, но истории данной республики. Говоря об этой республике и о правительстве в изгнании западного Азербайджана, сейчас многие информационные порталы посвящают свои статьи. Тема очень горячая, тема очень важная и тема крайне опасная. Два в одном. Впрочем, об опасности, касающейся даже создания правительства в изгнании республики Западный Азербайджан, мы поговорим чуть позже. Осветим этот момент. Как я сказал, очень многие информационные порталы, как российские, так и западные, и, конечно же, азербайджанские, посвятили страницы на своих сайтах именно этому событию. Начало прошлого века. Мы сейчас не будем зачитывать их все. Я хочу именно остановиться на том моменте, который касается истории создания Аракской республики. Нет, я не собираюсь, скажем так, в течение одного видео осветить все эти моменты. Это невозможно. Потому что за два года, по разным подсчетам, от года до двух лет существования данной республики, происходило множество интересных исторических аспектов, которые невозможно уместить в один видеоролик. Но есть те моменты, о которых стоит сказать уже сейчас. Несмотря на то, что данный ролик я охарактеризовал бы как некий анонс будущих видеороликов на данную тему. Когда я говорил об угрозе в отношении создания так называемого Большого Азербайджана, и когда я намекнул, а точнее сказать сказал, что даже в создании правительства западного Азербайджана в изгнании тоже есть момент одной опасной новосегмента, я неспроста заговорил об этом. Потому что Аракскую республику, на которой и базируется создание нынешнего правительства в изгнании западного Азербайджана и Ривана, есть один исторический момент, точнее сказать два исторических момента. Первый исторический момент, вы сможете потом прочитать об этом в данной статье, она короткая, что в создании Аракской республики поначалу стояла, конечно же, Турция, Мусаватисты, а также Англия. Но что интересно, поначалу Англия помогла, скажем так, появиться Аракской республике. Чуть позже, это же Англия, договариваясь с Дашнакской Арменией, которая, кстати, тоже создала Англия. Англия, буквально не прошло и двух лет, Англия начала выступать, как главная удушающая сила Аракской республики. Англичане вместе с Дашнаками, именно вместе с Дашнаками, я подчеркиваю, это крайне важно. Вот давайте прочтемте этот момент, чтобы я не выглядел голословным. В конце июня 1919 года воинские части Армянской буржуазной республики при участии английских офицеров заняли на Хичеван. Аракская республика прекратила существование. Вот этот момент. То есть Англия вначале создала, а потом удушила собственное детище. Если бы точнее, она вначале помогла создать данную республику, а потом ее же и удушила. А зачем же это надо было делать? На мой взгляд, зачем сейчас мысль о Большом Азербайджане внезапно всплыла? Я не верю в такие совпадения. Но в чем же, сейчас многие из вас спросят, в чем же кроется опасность, скажем так, для создания, а если бы точнее, в создании правительства в изгнании западного Азербайджана, Еревана. Опасность заключается в следующем, что среди представителей, скажем так, правительства в изгнании данной республики могут появиться личности из английских спецслужб, которые будут подталкивать данное правительство к осуществлению именно уже чисто английской идеи о создании Большого Азербайджана. То есть, данное правительство в изгнании Англия может подталкивать к расшатыванию ситуации в Иране, прежде всего в Иране. Кроме этого, очень важный аспект заключается в следующем. А как к этому плану отнесутся граждане Турции? Ведь та территория Турции, которая некогда принадлежала Азербайджану, имеется ввиду Карская, знаете, причину, почему данная территория перешла к Турции, стоит убрать. Вопрос в другом. По какой бы причине данная территория Азербайджана не перешла к Турции, принять территорию легко, отдавать всегда тяжело. Не так ли? То же самое касается и Турции. Да, Турция спасла азербайджанцев, проживавших на той территории, и поэтому вынуждена была включить эту территорию в свой состав. Но возвращать Азербайджану это вопрос другой. Отдавать всегда сложнее. Какие бы братские, какие бы близкие отношения не были бы между народами, между государствами. Не так ли? Я мог бы привести такой пример, как Украина, но и Россия. Вот простой пример. И эта угроза тоже имеет место быть в отношении той темы, о которой я с вами говорил и говорю в данном видео. Подытожить данное видео я бы хотел следующим моментом. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что по данной теме я, скорее всего, сделаю не одно видео, потому что тема крайне обширная. В ней есть множество оттенков, которые стоит осветить. Кроме, немаловажно также осветить момент, скажем так, состояния России на тот момент, элементарно. Вот приведу простой пример. почему она никак не старалась вмешиваться в данные события. А это тоже немаловажно. Ну, об этом мы поговорим позднее. На этом, пожалуй, я закончу данное свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Прежде чем попрощаться до ближайших своих видео на своем канале, я хочу, чтобы те из вас, кто не подписался на мой канал, подписались. Те, кто подписаны, проверили подписку, но нажали на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео на моем канале. Писали комментарии, ставили лайки, дизлайки, приглашали друзей и знакомых. Делились ссылками на мои видео в соцсетях. И, конечно же, не болели. Всегда ваш, Сиидов Кямран. До свидания.